Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Свет в конце тоннеля. Сегодня открылся подземный проезд на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Жители оврага подпольщиков ждут тротуар, а сухой Самарке транспорт. Глава Самары сегодня провел прием граждан. Нырнул здоровым, вынырнул инвалидом. С наступлением тепла в областные больницы все чаще попадают неосторожные купальщики. Перезагрузка на грызунах. В Самарском университете разрабатывают новые способы коррекции биоритмов. Парус порвали парус. В губернии пройдет регата памяти Владимира Высоцкого. Свет в конце тоннеля сегодня увидели автомобилисты. На 18-м километре Московского шоссе в тестовом режиме заработал тоннель строящейся развязки. Сегодня по подземной части прошли первые автомобили. Пока движение только в одну сторону, но уже в эту субботу верхнее кольцо будет перекрыто полностью. Строители начнут соединять развязку с Волжским шоссе. Когда по трассе можно будет проехать без пробок, знает Олег Зверев. Машина уходит в тоннель, пробка остается. Самарцы, которые раньше наблюдали стройку лишь из окна, наконец-то смогли увидеть, как там в подземной части развязки. Сейчас внутри кольца продолжаются отделочные работы. Пока движение в тоннеле пущено по левой полосе и только в одну сторону. Но уже в эти выходные и в город, и из города автомобили будут проезжать только через тоннель. Верхнее кольцо полностью перекроют. Сегодня левую сторону тоннеля в тестовом режиме запустили по одной второй тоннеля. Одна полоса зарезервирована. Пока движение из города осуществляется через тоннель, въезд по старой схеме. В субботу утром будет закрываться Волжское шоссе для того, чтобы примкнуться к тоннелю, выполнить этот узел такой же, как и в сторону Ракитовского шоссе. И движение в город будет спущено как раз по резервной полосе. Волжское шоссе присоединят к развязке примерно в середине августа. К этому же сроку должны завершиться и работы в тоннеле. А уже к началу сентября он заработает по полной схеме. Одновременно будет пущен тоннель и возле ипподрома. Работа проводится по графику. Строители планируют, что к началу осени от Кирова до Мехзавода можно будет проехать прямоходом. То есть останется сделать дороги-дублеры. Тогда же будут полностью смонтированы коммуникации, которые будут обеспечивать отведение воды в городскую ливневую канализацию. В сентябре у нас также должны закончиться здесь обустройство насосных станций. Резервуары уже стоят. Все подготовительные работы сделаны. Осталось только подвести питающие токи. И, в принципе, запустить насосную станцию. Параллельно с главной дорогой строятся дублеры, которые обеспечат разгрузку основных узлов московского шоссе. А также проводятся работы по благоустройству. Это газоны, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А полностью все строительные работы завершатся к 1 декабря этого года. Так что уже в период новогодних праздников проехать от ипподрома до выезда из города можно будет за считанные минуты. Олег Зверев, Максим Гузев. События. А в первой декаде августа развязку на 18-м километре планируют соединить с Ракитовским шоссе. Сейчас уже подготовлена щебеночная основа. На следующей неделе планируется уложить асфальтовое покрытие. После согласования с ГИБДД выезд с Ракитовского шоссе на Московское будет открыт. Пока же водители вынуждены искать окольные пути. Единственный объезд мимо торгового центра Московский был в неудовлетворительном состоянии. Глава Самары Олег Фурсов во время визита в Кировский район обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются водители при объезде и дал поручение провести отсыпку этой дороги гранулятом. Теперь на время, пока Ракитовское шоссе перекрыто, машины могут спокойно проехать по объездному пути, не опасаясь за свой автомобиль. Раньше тут проехать нельзя было на низких машинах, то есть только внедорожники. А вот сейчас уже можно. Засыпали, уже удобнее стало ездить. Где ходить и на чем ездить с пешеходными и транспортными вопросами обратились жители к главе города. Сегодня Олег Фурсов провел личный прием граждан. К каждой проблеме было найдено решение. По мере исправления ситуации, на которой они указали, граждан будут информировать. На приеме побывала и Марина Матвейшина. Вдоль трамвайной линии от Постникова Оврага до университета строят тротуар. Много лет пешеходы ходили здесь прямо по рельсам, а от проезжающих трамваев прятались в кусты. Студенты обратились к мэру, построя здесь такую необходимую пешеходную дорожку. И вот уже совсем скоро этот путь можно будет преодолеть без опасности для жизни и без препятствий. Но в самом Постниковом Овраге люди продолжают время от времени выходить на рельсы. Существующий тротуар в Низине, и его часто заливают водой. Там большой перевалочный пункт пассажирский. С одного трамвая, с 23-го люди едут с безымянки. Полные два вагона загруженных людей выходят на конечные станции и пересаживаются на 5-20 маршрут. Потом потоки воды, снега в зимний период, они все стекаются вниз. Утром, если заморозки, то по гололеду практически ходить невозможно. Люди идут по трамвайным путям. С просьбой решить этот вопрос Наталья Трушина обратилась к мэру на приеме граждан. Удобство и безопасность горожан – первоочередная задача, говорит Олег Фурсов. И дает поручение подчиненным привести территорию в порядок. Богоустройство можно выполнить быстро, достаточно. А вот что касается асфальтовых работ, исходя из возможностей бюджета. Либо полностью, либо частично. Если денег совсем нет, на следующий год запланировать. Так же, как по студентам. В прошлом году пообещали, в этом году уже завершаем. Транспортный вопрос волнует всех жителей Сухой Самарки. От их имени на прием к мэру пришла Ирина Прокофьева. В последнее время люди дезориентированы в расписании автобусов 26 маршрута. 26 маршрут, где социальные карты участвуют, совершенно мы не знаем, как на нем ездить. И поэтому у нас возникает проблема в связи с этим. Я обращалась от имени всех людей с просьбой того, чтобы сделали нам таблички, чтобы вы видели расписание движения автобусов, чтобы мы знали, к какому времени выходить на эти остановки. На приеме выясняется, график остался тем же. В ближайшие дни таблички с расписанием появятся на остановках. По маршруту ходят 6 автобусов, как и раньше. Но из-за провок перед Южным мостом, там идет ремонт, в часы пик происходят задержки в полчаса, а порой и в целый час. А есть возможность дополнительный автобус пустить в часы пик? Сейчас у предприятия отсутствует подвижной состав, который можно использовать. Ну, а если перекидывать с каких-то маршрутов, где в часы пик нет такой напряженности, вы это поработаете, давайте мы вам такое поручение дадим. У нас до ноября ремонт моста идет, если не ошибаюсь. Нам потерпеть 4 месяца надо. Но в сентябрь студенты поют, школьники, там социальная напряженность вырастет. Со своими вопросами к главе города можно обратиться и онлайн. В администрации работает портал «Моя Самара». Это прямая связь с мэром. Здесь каждый может оставить свой вопрос или обращение. Их рассмотрят в кратчайшие сроки. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Нырнул здоровым человеком, вынырнул инвалидом. С началом купального сезона в больнице города начали поступать пациенты с травмами позвоночника. Почему важно не бросаться в воду, как в омут с головой, расскажет Лариса Шалафаст. Прыгнул на деревенской речке с трамплина и ударился головой о дно, рассказывает Станислав Филатов. Мужчину спасло только то, что рядом оказался друг, который вытащил из воды. Ничего не двигалось у меня. Вот так как-то барахтался, барахтался, пока друг меня не перевернул на спину и не вытащил на это. Только вот один палец на большой ноге шевелился и все. Станиславу еще повезло, говорят врачи. Травма спинного мозга была средней тяжести. Теперь, чтобы снова начать нормально двигаться, потребуется длительная реабилитация. Но нередки случаи, когда после так называемой травмы ныряльщика люди становятся инвалидами. Идет травма спинного мозга. Отсюда очень достаточно грозные последствия. Это обездвижение пациента, это нарушение функции дыхания, внутренних органов, пролежни, постоянно требуются перевязки, постоянно необходимо промывание, извините, мочевого пузыря, клизмы очистительные делают. То есть это очень сложная ситуация, когда в принципе жизнь этого пациента и в принципе все семьи делятся на до и после. Ежегодно через нейрохирургическое отделение только больницы Пирогова в Самаре проходит несколько десятков человек с травмами шейного отдела позвоночника. Чаще всего это мужчины до 40 лет, которые отдыхали на природе и в состоянии алкогольного опьянения проявляли внезапный героизм. В этом году погода жаркими днями самарцев не балует, поэтому статистика пациентов с травмой купальщика снижается. По статистике мы видим все-таки некое снижение травматизма. Если ранее это было за сезон где-то 25 пациентов к нам поступало, ну в районе 25 плюс-минус, то скажем вот прошлый год и 15-й год это где-то 10-12 пациентов поступают к нам в клинику. Медики настоятельно рекомендуют внимательнее выбирать места для купания и заходить в воду ногами, а не головой. Если же трагедия уже случилась, пострадавшего нужно вытащить из воды и положить на ровную поверхность до приезда скорой помощи. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Самарский районный суд вынес приговор водителю, избившему мужчину за замечание о неправильной парковке. Инцидент произошел в апреле на улице Куйбышева. Молодой человек припарковал свой автомобиль прямо на тротуаре возле входа в магазин. Когда он вышел, его ждал пешеход, который попросил убрать автомобиль с тротуара. Замечание прохожего вызвало у нарушителя ярость, он толкнул мужчину в грудь, отчего тот упал на асфальт и ударился головой. После этого водитель подошел к другому мужчине и ударил его. Сел в автомобиль и уехал. Последнего, 26-летнего местного жителя, признали потерпевшим. Он получил переломы основания и своды черепа, а также черепно-мозговую травму. Водителя признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, осужденному придется выплатить жертве 75 тысяч рублей. Полсотни велосипедистов с начала года оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Любители прокатиться с ветерком 11 раз становились участниками ДТП. К счастью, никто не погиб. Чтобы проверить, знают ли велосипедисты ПДД, полицейские провели викторину. Какие вопросы стали самыми сложными и что грозит за незнание ответов на них, расскажет Алина Чемерес. Какой поворот, во вашем мнении, опаснее левой либо правой? Левой. Ответы на этот вопрос большинство велосипедистов не знает. Викторину для любителей двухколесного транспорта проводят сотрудники ГАИ. Как выяснилось, правила передвижения на велосипеде лучше знают те, у кого есть водительские права. Зачастую очень опасно из-за того, что просто люди не знают каких-то элементарных правил. А по идее, если ты выезжаешь на дорогу, то правила ты обязан знать. Даже будучи пешеходным, все равно нужно знать, как правильно переходить дорогу и тому подобное. Было очень интересно и познавательно даже для меня. Например, я узнала, что если я еду по дороге и захочу остановиться, я должна поднять руку вверх. И это значит, что я останавливаюсь для водителя. С начала года в Самаре велосипедисты попадали в ДТП 11 раз. Погибших нет. Особенно непредсказуемо ведут себя на дороге дети. Чтобы познакомить их с правилами дорожного движения, полицейские проводят профилактические беседы в школах. Но вести себя на дороге зачастую не умеют и взрослые. Перестраиваются, не подавая знаков, не спускаются с велосипедов на пешеходном переходе. Человек, который доходит на велосипеде, у него ограничен обзор. При проявлении перед ним, допустим, пешеходов, при провороте машины, тем самым он осуществляет какой-либо маневр, не подавая предварительной знаки и какие-то внимания о том, что он там поворачивает либо разворачивается, тем самым, соответственно, он попадает в ДТП. Будьте внимательны на дорогах Самары. Довольно-таки сложно отреагировать на ваши действия водителю машины, соответственно, у которого скорость намного больше. Безнаказанно пренебрегать правилами движения у велосипедистов не получится. Любители прокатиться с ветерком штрафуют. Любое нарушение обойдется в 800 рублей. А если при этом велосипедист был пьян, в полторы тысячи. С начала года полицейские оштрафовали уже полсотни человек. Если какие-то видео нам присылают с нарушением велосипедиста, мы, соответственно, это публикуем. Ну, хотя бы в качестве публичного полицания, потому что ПДД все-таки написано для всех участников дорожного движения, в том числе и велосипед, который является транспортным средством под соблюдением ПДД, повышает уважение со стороны автомобилистов и велосипедистов. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не стать жертвой ДТП, велосипедистам советуют прочитать правила дорожного движения. Алина Чемерис, Василий Кладашов, События. За взятку отстранены от должности заместитель и начальник отдела фирменного транспортного обслуживания Самарского отдела РЖД. Такое решение принял и Ленинский суд Самары. По версии следствия, заместитель начальника выступила посредником в передаче взятки в 40 тысяч рублей начальнику отдела центра. Взамен тот должен составить документы о соответствии массы груза, грузоподъемности вагона. Деньги были перечислены на карту банка, принадлежащую заместителю. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия. Международный аэропорт Курумыч получил 4 звезды из 5 возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании SkyTREX. Каким показателем оценивали Самарскую воздушную гавань, расскажет Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает. Баррель марки Brent стоит 49 долларов 70 центов. Валюта дешевеет. Курс на 21 июля. Доллар 59 рублей 8 копеек, евро 68 рублей. Золото стоит 2361 рубль, серебро 30 рублей 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 22 копейки, дороже всего продать за 58 рублей 92 копейки. В России снова начали дорожать сладости. В лидерах по росту цен в июне в годовом выражении оказались торты плюс 5 процентов, за ними шоколад плюс 4,5 процента. Депутаты Госдумы все-таки приняли закон о курортном сборе. Теперь, отправляясь в Крым, Алтайский, Ставропольский или Краснодарский края, придется платить по 50 рублей в день за пользование инфраструктурой. А Самарский Курумыч стал четырехзвездочным. Эксперты оценивали все. От навигации частоты до скорости Wi-Fi и уровня знания английского языка персоналам. Присвоение этого статуса ставит Самарский аэропорт в один ряд с воздушными гаванями Лондона, Парижа и Токио. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. Покатившийся автомобиль задавил пешехода. ЧП произошло в Самаре накануне вечером в районе 9-й просеки у берега Волги. Как установили полицейский водитель Вазовской семерки. Не обеспечив безопасную парковку, допустил самопроизвольное движение машины. Она врезалась в стоявшую гранту, в которой никого не было. По несчастному стечению обстоятельств между автомобилем оказалась зажата женщина, проходившая мимо. От травмы она скончалась на месте ДТП. В Самарской области осуждены за взяточничество адвокат из Москвы и самарский общественник. Следствием судом установлено, что в мае 2016 года злоумышленники предложили директору ООО свое посредничество передачи взятки в 13 миллионов 500 тысяч рублей судье Верховного суда. За вынесение им решения об отмене постановления арбитражного суда Ульяновской области и арбитражного суда Поволжского округа и направление дела на новое рассмотрение. Приговором суда самарскому общественнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, а адвокату на 2,5 года. В самарских колониях 6, 10 и 13 начали производить товары к чемпионату мира 2018. Среди продукции металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. По словам представителей ведомства, продукция исправительных учреждений отличается низкой себестоимостью и высоким качеством. Управляющая компания заплатила Самарцу за желтую воду из крана. Горожанин, заметив, что вода имеет неприятный цвет и запах, обратился в Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что пробы воды централизованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормам. Однако управляющая компания никаких мер для улучшения ситуации принимать не стала. Соответственно, мужчине коммунальная услуга «Холодная вода» надлежащего качества не предоставляется. Для защиты своих прав Самарцу пришлось обратиться в суд. Суд принял решение обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за коммунальные услуги. Настроить организм на точное время. Ученые нашли способ безболезненной настройки биоритмов. В век технического прогресса такая необходимость возникает при частых перелетах, работе по сменам и стрессах. Научная группа Самарского университета проводит исследования, как быстро перенастроить биологические часы человека на те условия, в которых он оказался. Эксперименты ученые проводят на подопытных животных, но уверены, что их открытия помогут людям быстро адаптироваться, а значит и сохранить здоровье. Олег Зверев тоже ознакомился с проблемой. Белые грызуны на столе лабиринта не сразу находят нужное отверстие. По времени поиска можно определить, в какой фазе биологического ритма они находятся. Испытания на крысах проводятся с целью определить воздействие тех или иных веществ на суточную активность. Примерно такие же сбои биологических часов возникают у человека, вызывая болезненные состояния при смене часовых поясов или режимы сна и бодрствования. Задача экспериментов — найти вещества, которые помогут быстро адаптироваться к новым условиям. При помощи теста лабиринт Барнс можно оценивать именно действия конкретного вещества на различные параметры циркодианной ритмики, в том числе на высшие когнитивные функции, такие как память. Все живые организмы живут в соответствии с суточным циклом Земли. В случае сбоя, например, при авиаперелете или в космосе, где нет внешних временных сигналов, следствием является чувство усталости и недобогания. Этой проблемой занимаются ученые на кафедре физиологии человека и животных Самарского университета имени Королева. В прошлом году научная группа получила грант Российского фонда фундаментальных исследований, который позволил выполнить целый ряд принципиальных исследований. В результате обнаружено, что определяющую роль в настройке биологических часов играют два регулятора. Это вещества аргинин, вазопрессин и вазоактивный пептид. Данные подтвердены электрофизиологическими методами. Клетки среза головного мозга животных изучаются под микроскопом, под воздействием электрических импульсов. Основная задача – получить адаптоген, который помог бы адаптироваться к таким резким смещениям ритма жизни. Мы выяснили, например, что вазопрессин повышает активность многих клеток в биологических часах и вызывать, может, сдвиги, но, правда, небольшие сдвиги биоритмов. Сейчас исследования продолжаются. В случае успеха будет найден способ быстро отладить свои биологические часы на новый ход. Настроиться на другой часовой пояс или сменить режим дня и ночи может стать проще, чем перезагрузить компьютер. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. На фестивале регати памяти Владимира Высоцкого в Самаре исполнят песни «Битлз». Зрителям и участникам гонки крейсерных яхт обещают насыщенную концертную программу, где прозвучат не только песни Высоцкого, но и композиции ливерпульской четверки. Регата пройдет уже в 17-й раз. Спортсмены отправятся в плавание в пяти городах – в Самаре, Тольятти, Сочи, Владивостоке и в Санкт-Петербурге. В Тольятти гонка пройдет 22 и 23 июля, а в Самаре – во вторник 25 июля, в день памяти Высоцкого. Горожане смогут увидеть красочное зрелище – около трех десятков парусных яхт на Волге. Пройти участникам регаты предстоит 2,5 морских мили. После концерт – парад участников и награждение победителей. Но пока остается интригой, где состоится старт. Традиционно суда отплывают от острова Голодный. Однако в этом году природа и аномальное лето внесли свои коррективы. В субботу прошлись на яхте вверх по Волге, посмотрели. От Голодного только вот такие макушки деревьев, вообще ничего нет. Прошлись, посмотрели. Может быть, это будет, где Шмидта островок есть. У нас фестиваль регата. То есть она даже во всероссийский календарь парусных соревнований включена, как фестиваль регата. Хочется даже при высокой воде, при трудных условиях сохранить эту идею. Самарские теннисистки попытаются в Канаде выиграть пару миллионов долларов. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина редко играют на одном турнире. Кому и когда улыбнется удача, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». По Самарской области прокатится автопробег с востока на запад России. Хоккейная «Лада» континентальной хоккейной лиги подписала контракты с юниорами. Самарские теннисистки попытаются в Канаде выиграть пару миллионов долларов. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выступят на турнирах WTA в Торонто и Нью-Хейвене. В начале августа самарские спортсменки поборются за призовой фонд более двух миллионов долларов и канадский кубок. А в конце месяца отправятся за денежными премиями и рейтинговыми очками в Великобританию. Хоккейный клуб «Лада» подписал первые профессиональные контракты сроком на три года с 11 юниорами. Десять из Тольятинской спортшколы. Это голкипер Михаил Исаев, защитники. Аязгаб Драхманов, Андрей Калягин, Игорь Усманов. Нападающий Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Павел Гришин, Милан Зинатулин, Семен Кизимов, Егор Плаксин, Максим Цибин. Также свитер профессионала в новом хоккейном сезоне наденет воспитанник Самарской спортшколы ЦСКА ВВСК «Мета» защитник Егор Добродум. Стала известна программа автопробега ДСАФ с востока на запад России. С гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью за будущее. Гигантский марафон посвящен 90-летию добровольного общества, содействию армии, авиации и флота. Маршрут проложен по городам России, Владивосток, Чита, Иркутск, Красноярск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Севастополь. В Самарской области военно-спортивный праздник пройдет с 5 по 7 августа. Центральная площадка, аэродром Бобровка, Кенельский район. Зрителей ждет авиашоу, показательное выступление спецподразделений, выставка и, конечно, концерт. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!